Босфоры и Дарданеллы – два пролива Черного моря, которые отделяют Европу от Азии. А еще через эти проливы лежит путь из Черного моря в теплое и богатое Средиземное. Неудивительно, что Российская империя почти всю свою историю боролась за обладание проливами. Еще походы Вещего Олега были ничем иным, как попытка проложить дорогу к Византии и Средиземноморью. Прорваться к проливам – одна из первых задач и Петра I. А ведь ему еще надо было закрепиться на Черноморском побережье. Только с захватом Азова у России появился постоянный выход к морю на юге. Во времена государственной Анны Иоанновны положение ухудшилось. Из-за малоудачной турецкой войны Российской империи запретили вообще иметь корабли на южных морях, а всю торговлю вести на турецких судах. Перелоб наступил в правление Екатерины Великой. При императрице прошли две чрезвычайно успешных русско-турецких войны. Уже после первой был подписан Кучук-Гайнаджирский мирный договор, по которому Россия получила право прохода торговых судов через проливы. А в 1798 году случилось удивительное и эпохальное событие. Российские военные вымпелы оказались в Босфоре. Они пришли не воевать. Это был символ того, что Россия и Турция теперь по одну сторону баррикад. В конце 18 века Россия и Турция сблизились как никогда. Виной всему был Наполеон и революционная Франция, которые агрессивно наступали на восток. В следующем году русский император и султан заключили договор, по которому впервые в истории корабли ВМФ России могли свободно проходить через проливы. Когда адмирал Федор Ужаков получил депешу из Петербурга о том, что заключен мир с Турцией, он сказал «Григорий Александрович Потемкин перевернется в гробу». Однако, как часто бывает в отношениях России и Турции, мир просуществовал недолго. Уже после поражения России при Аустерлице, Турция решила опять воскресить дружбу с Францией. России также привычно объявлялась война. Проливы для русских кораблей закрыли опять. Право вернулось спустя три десятилетия, когда Россия и Турция подписали Ункер-Искелесский договор. И даже больше того, в 1833 году Петербург оказал Стамбулу бесценную услугу – помощь в войне с мятежным правителем Египта Мухаммедом Али. Султан готов был взамен подписать любую бумагу и подписал. Блистательная порта Таманская, взамен помощи, которую она в случае нужды обязана подавать, будет ограничивать действия в пользу императорского российского двора закрытием Дарданельского пролива, то есть не позволять никаким иностранным военным кораблям входить воны под каким бы то ни было предлогом. То есть, когда нужно русскому императору, султан перекроет другим державам вход в проливы. Увы, и этот договор существовал недолго. Англия и Франция быстро настояли на международной конвенции, которая регулировала режим проливов. По подписанному документу, Босфор и Дарданеллы закрыты для военных кораблей всех стран, пока Турция не воюет и находится в мире. Так эта конвенция надолго заперла русский флот в Черном море. Спустя почти столетия Россия чуть было раз и навсегда не решила эту головоломку с проливами. Случилось это во время Первой мировой. В мае 1916 года страны-союзницы Великобритания, Франция и Россия подписали секретный протокол, согласно которому Босфор и Дарданеллы после войны передавались российской короне. Навсегда. Приход к власти большевиков и сепаратный мир с Германией на этих планах поставили крест. В 1936 году швейцарском Монтре установили режим проливов, который действует до сих пор. По нему Турция обязана пропускать все невоенные суда беспрепятственно даже в военное время. Черноморские державы, к числу которых относится и Россия, могут проводить военные корабли, предварительно уведомив Турцию о планах. Того, чего долго пытались добиться войной, в итоге получили мирным путем. Субтитры создавал DimaTorzok